На площадке около 200 ребят из 1, 4 и 5 спортивных школ, а также воспитанники спортивного клуба «Дельфин». Дмитрию Колбасину 10 лет. Дзюдо занимается 4 года. Выступает на соревнованиях не в первый раз. Юный спортсмен хочет стать сильнее и закалить характер. На соревнованиях главное – спокойствие. Будь уверенным в себе. Отцу Дмитрия самому нравится борьба, поэтому записал сына именно на дзюдо. Он отмечает, что занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и дисциплинируют. Это помогает лучше учиться в школе. После первого года я увидел, как он окреп физически именно. А вот сейчас он как раз подошел к такому вот возрасту, когда я вижу, что у него как он морально вырос. Победители городского турнира представят Анапу на краевых соревнованиях с перспективой участия в первенстве Южного федерального округа, а также в чемпионате России. У нас очень высокие результаты во всех весовых категориях и во всех возрастных группах. Шансы есть, да. И не то, что шансы. Мы уверены, что будут у нас и первые места именно на первенстве Краснодарского края. По итогам соревнований лидером по количеству медалей стала спортивная школа номер 4. Ее воспитанники завоевали 43 награды. У пятой школы 8 медалей. Спортивный клуб «Дельфин» получил 6 наград, а первая спортивная школа – 3. Достижения анапских спортсменов возможны в том числе благодаря постоянно развивающейся спортивной базе курорта. По словам Сергея Ткаченко, сейчас готовятся документы для строительства зала на улице Ивана Голубца. На месте старой тренировочной базы построят новое двухэтажное здание.